МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы этого выпуска. Вот это войнушка. В Рязанском детсаду нашли оружейный склад. Куда горку дели? Коммунальщики уничтожили детскую площадку во дворе на высоковольтной. Вернулся Алиутом. Завершена рязанская экспедиция на Алиутские острова. Когда-то Русской Америки. А теперь обо всем подробно. Суровые игрушки обнаружили вчера вечером в 20-м детсаду Рязани. Хотели родители для детишек мирную клумбу с цветами оборудовать. Взялись за лопаты и вот вам стоять не двигаться. Нашли папы-мамы под землей в детсаду проржавевшие пистолеты, штыки да патроны. Понятно, что это не детишки в войну играли, а дела вполне взрослых людей. Причем, скорее всего, дела давно минувших дней. Сегодня по поводу опасного детсадовского клада рязанские спасатели собрали пресс-конференцию. В детсад, где был обнаружен ящик с опасными игрушками, прибыли рязанские полицейские и сотрудники МЧС. Они выяснили, что все боеприпасы и оружие лежат в земле еще со времен гражданской войны. Так что, похоже, это привет от рязанских неуловимых мстителей. 18 сентября, в 18 часов 17 минут в Единую службу спасения 01 Рязанской области поступило сообщение о находке боеприпасов в детском саду номер 20 города Рязани. В данном случае была направлена аварийно-спасательная служба города Рязани и пожарный расчет. По прибытию было установлено, что на территории при проведении земляных работ по благоустройству детского сада обнаружены ржавые старые патроны и оружие гражданской войны. Значит, данное все найденное было передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования. Далее группа разминирования с помощью металлоискателя обследовала территорию всего детсада. Однако еще каких-либо исторических находок взрывотехники больше не обнаружили. Сегодня в Шереметьево приземлился самолет, доставивший в столицу рязанскую экспедицию во главе с неувидаемым Михаилом Малаховым. Знаменитый путешественник и герой России водил коллег в далекие северные земли на суровые Алиутские острова. Это продолжение проекта по изучению так называемой Русской Америки. И по мнению Михаила Малахова, завершившаяся Алиутская экспедиция позволила сделать очередной шаг в раскрытии непознанных страниц истории отношений России и американского севера. Алиутские острова вообще были нашей землей, равно как и полуостров Аляска, а также острова у северо-западного побережья Америки. Кстати, продали ту же Аляску штатам не при Екатерине Великой, как почему-то думают многие, а во второй половине 19 века при Александре II за 70 миллионов долларов. Мотивировка, невозможность колонизации, нет выгоды, нет и развития торгового мореплавания. В общем, все как всегда в отечестве, возиться не захотели. А вот американцы как-то сразу там золото нашли, да и другие весьма полезные ископаемые. Теперь вот в экспедиции ездим на собственные когда-то территории. Далее в программе коммунальные репортажи от Глеба Галушкина. Первый с улицы Восковольтной, где ремонтники во время работ почти уничтожили несчастную детскую площадку. Несчастную потому, что она погибла под лопатами и ковшами техники. Похоже, безвозвратно. А ведь по закону коммунальщики обязаны повергнутый на землю инвентарь вернуть и придать ему должный вид. А тут вообще целая горка пропала. Далее подробности. Около недели назад прямо на детской площадке между многоэтажными домами по улице Восковольтной произошел прорыв трубы. Тогда местные жители выяснили, что коммуникации были проложены аккурат под качелями и горкой. Ближе к вечеру на место аварии приехали и ремонтники. Поздно вечером мы увидели, что на детской площадке стоят техника, стоят какие-то бульдозеры, какая-то техника. Ну и, естественно, последствия работы этой техники мы увидели, когда наступило утро. Потому что вот наша чудесная площадка, которая, в общем-то, всегда была любимым местом времяпровождения детей, превратилась просто в какое-то неприглядное зрелище. После того, как аварийная бригада уехала, местным жителям предстала неутешительная картина. Почти половина территории детской площадки перекопана. Пропал почему-то и детский инвентарь, а именно горка и лесенка. Как будто коммунальная корова языком связнула. Нет ни горки, нет ни лесенки, на которой лазили дети, и куда они делись, совершенно непонятно. Во-вторых, качели. Под ними была разровнена площадка настолько, что дети могли качаться даже в мокрую, сырую погоду. Или там, когда грязь. В общем-то, была возможность подойти к качелям и покачать ребенка. Сейчас этой возможности нет. Сейчас нет, потому что все разрыли, и нам с девочками даже лазить негде, потому что мы не можем гулять из-за этой кучи. Впрочем, не в первый раз горожане жалуются на поведение ремонтных бригад коммунальных служб. Прорыв трубопровода, никто с этим и не спорит. Конечно, необходимо устранять. Однако про благоустройство территории рабочие почему-то всегда забывают. Кому и куда жаловаться на их действия, местные жители не понимают. Никто из чиновников с ними на эту тему не разговаривает. А ведь молодым родителям хочется видеть вновь на своей детской площадке и горки, и качели, а не грубо перекопанный участок земли с кошачьими трупиками вблизи беседки. У кого пустыня во дворе, а у кого мох и плесень в квартире, очередной репортаж из цикла «Так и живем» продолжает программу. У жителей первых этажей пятиэтажного дома по улице Старореченской, 15, корпус 1, несколько месяцев назад в квартирах стала появляться черная плесень. Екатерина Сонина говорит, что виной всему заполненный водой подвал. Однако, по ее словам, работники ЖЭО номер 6, обслуживающие этот дом, как-то не собираются решать эту проблему. Мы обратились в ЖЭО номер 6, нам высылали комиссию. Комиссия состояла из нашего мастера и слесаря. Они пришли, посмотрели, сказали, что неправильно, что у нас заклеена труба вот эта обоим. Сказали, освободить труба мокрая. Мы ее освободили, труба оказалась сухая, плесень отмыли, стали дальше жить. Через месяц почернели все стены, кроме нашей квартиры. То есть все уличные стены почернели. Почернело там у нас в голове, здесь, здесь, причем плесень черная-черная. Мы ее отмываем тряпками, она не отмывается, отмывается только щетками, с доместцем, но через два дня все равно вылазит. Спустя несколько месяцев жизни в квартире с плесенью, жильцы стали жаловаться на ухудшение своего здоровья. Вот, пожалуйста, ребенок чихает, мы все болеем. У меня, любая моя простуда, это сразу кашель. Потому что его плесень, это онкология, это астма, здесь страшно жить. Теперь люди собираются обращаться в судебные инстанции. Многие не в восторге от того, что отдавая большие суммы за содержание жилья, к сожалению, не получают качество и безопасность тех услуг. В данной ситуации мы видим, что действительно услуги по содержанию жилья оказываются ненадлежащим образом. Для того, чтобы заставить изменить ситуацию и провести соответствующие мероприятия по водоутеплению, по ремонту соответствующему внутренней отделке квартиры, которая повреждена, как мы понимаем, не по вине самих жильцов, необходимо провести ряд мероприятий. В данном случае оценить, на какую сумму причинен ущерб внутренней отделке квартиры. Если повреждена мебель, то делают в том числе, кроме строительно-технической и товароведческой экспертизы. После этого предъявляются в досудебном порядке требования обслуживающей организации, которая ненадлежащим образом эксплуатировала данные здания и привела к подобным вещам. Если организации откажутся возмещать досудебную порядку, можно предъявить иск в Московский суд города Рязани. Екатерина Сонина говорит, что они всей семьей вынуждены временно переехать в квартиру к родителям. И после этого собираются с помощью компетентных органов начать борьбу с нерадивыми коммунальщиками из 6-го ЖЭУ. Рязанские дорожные полицейские продолжают вести просветительско-профилактическую работу в детских садах и школах города. Очередной репортаж на эту тему продолжает программа. Очередной открытый урок сотрудников ГИБДД в школе прошел на ура. Это воспитанники школы-интернат номер 18 для полностью лишенных слуха и слабослышащих детишек. Поэтому переводчик здесь играл далеко не последнюю роль. Особенность в том, что приходится постоянно с ульдопереводчиками, потому что они не слышат. Интересно то, что было наглядность, они хотя бы увидели, потому что не все слышат. Сейчас это, конечно, очень актуально в наше время, потому что очень участили случаи аварий на дорогах. Очень часто попадают именно дети. А у нас дети вообще глухие. Есть дети, которые у нас самостоятельно уходят домой. Поэтому очень опасны такие ситуации. Малышам напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов. Объяснили, что делать можно, а чего нельзя. И самое главное, вручили полезные подарки. Светоотражающие браслеты. В осеннюю пору, когда на дороге сумерки, ранние и плохая видимость на дороге, дети, пешеходы попадают под колеса чаще. Вот для того, чтобы они не попадали, они должны как-то обозначить себя на дороге с помощью светоотражающих элементов. Мы сегодня повторили правила перехода проезжей части, особенности поведения вблизи дороги. Дети получили в подарок памятные сюрпризы. И, конечно, самым главным подарком оказался цветоотражающий элемент, так называемый фликер, который поможет им как-то обезопасить себя на дороге. Занятия будут проходить и дальше во всех школах и интернатах нашего города. На сегодня все. А завтра по уикендовской традиции подведем итоги уходящей недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Так что хорошего всем вечера и до пятницы. Редактор субтитров А.Семкин